Знакомство Паустовского с Мещерой состоялось еще в 1930 году. По словам писателя, здесь он нашел, цитата, «самое большое, простое и бесхитростное счастье». Часто и подолгу писатель останавливался в доме академика Пожалостина у его престарелых дочерей. Здесь рождались многие его произведения. Рассказы Мещерского цикла вошли в сборник «Летние дни», а повесть «Мещерская сторона» стала одним из известнейших произведений автора. Мы, рязанцы, очень гордимся, что имя Константин Георгиевича Паустовского связано с нашим рязанским краем. Я считаю, что два человека воспели красоты нашего рязанского края. Сергей Есенин в стихах и Константин Георгиевич Паустовский в просьбе. Знакомство с Мещерой – знаковый период в творчестве писателя. С этих пор тема природы в его произведениях становится многозначной, тяготеет к символу Родины. Образ родной земли складывается из узнаваемых простых примет действительности. Не броской на первый взгляд прелести природы средней полосы, красоты и чистоты русского языка, типажей и характеров, не утерявших связь с историческим прошлым страны. На идейном уровне повесть о движении человека к духовной опоре, счастью, источнику вдохновения. Выставка, представленная Московским музеем имени Константина Паустовского – это краткий экскурс по главам повести. Мы начали мероприятие уже с самого начала, с января месяца. Это были конкурсы детские по произведениям Константина Паустовского. Это были внеклассные чтения с детьми как раз детских произведений. Очень много интересных. Тот самый кот Ворюга и резиновая лодка, и заячьи лапы. Они продолжаются и пока еще не закончился учебный год. А вот сегодня, 26 мая, у нас открывается знаковое такое мероприятие большое. Сегодня же презентовали карту путеводитель Паустовский в Рязани. Здесь обозначены основные места, с которыми связано имя писателя. У нас уже карты были посвящены Есенину, Солковскому, Великой Отечественной войне на карте нашего города. И вот сегодня с печати вышла карта, прям свеженькая. Это Константин Юрьевич Паустовский в Рязани. Вот здесь на этой карте представлены все объекты, которые связаны с именем Паустовский. Впереди еще немало посвященных праздничной дате мероприятий. Среди них подведение итогов детского конкурса, экскурсии. Тропой Паустовского сегодня называют туристический маршрут, который ведет через луга, к ближним озерам, где писатели и его друзья любили рыбачить и гулять. Первая экскурсия в этом сезоне состоится в день рождения писателя, 31 мая. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».